Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет об американской ракете-обманке, которая также еще называется программируемым летательным аппаратом, а еще и крылатой ракетой для постановки ложных целей ADM-160 Malt. Malt в названии расшифровывается как Miniature Air Launch Decoy, что дословно переводится как миниатюрная приманка, которая запускается с воздушных носителей, то есть самолетов. Назвать ее можно по-разному, исходя из компоновки и этих целей, которые она может выполнять. Сегодня я расскажу коротко об истории создания этой обманки, почему долго не хотели принимать ее на вооружение ВВС США и зачем вообще ее разрабатывали. Если вы хотите поддержать нашу работу, сделать это можно по ссылкам в описании или через кнопку спонсорства здесь на ютюбе. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, это делает наш контент лучше. Начну с истории создания ADM-160 Malt, потому что тут есть интересные моменты, о которых стоит сказать. Первоначально разработка и принятие на вооружение очень сильно затягивались и могли вообще привести к тому, что этой обманки могло бы не быть на вооружении ВВС США. Malt это довольно свежий продукт. В США начали разрабатывать эту ракету в конце 90-х годов. Толчком для этого стала война в Персидском заливе. Возник запрос на то, чтобы создать эффективные ракеты-обманки, которые могли бы ввести в заблуждение средства ПВО противника. Позже, объясняя принцип действия ракеты, вы поймете, как это происходит. Так вот, правительство США поставили задачу разработать малогабаритную ракету, которая бы стоила дешево и могла лететь далеко. При этом позволила бы обеспечить господство в воздухе и сохранить как свои самолеты, так и самолеты союзников. Про дешевую ракету, чтобы вы понимали, это означает, что ракета-обманка должна была бы обходиться примерно тысяч в 30 долларов. И это впоследствии стало проблемой. Потому что за такие деньги было сложно сделать подходящую ракету, которая бы отвлекала средства ПВО и летела бы на большое расстояние. Ну в общем, был проведен открытый конкурс и в итоге в ноябре 1996 года заключили контракт с компанией Teledin Ryan Aeronautical сроком на 27 месяцев, чтобы разработать новую ракету-ловушку согласно с требованиями ВВС США. В команду присоединились корпорация Sun Strand, которая должна была работать над турбореактивным двигателем TJ-50 для ракеты. Компания Northrop Grumman должна была работать над электроникой. Компания General Dynamics работала над программным обеспечением, которое бы позволило планировать миссии и программировать ракету. И Lockheed Martin, которая должна была обеспечить совместимость ракеты с F-16. Первоначально проект получил обозначение ZADM-160. Позже эта базовая версия получила обозначение ADM-160A, но так и не будет принято на вооружение. Для понимания, что должны были сделать с ракетой. Ракета должна была, грубо говоря, моделировать сигнатуру различных самолетов от B-52 Stratof Fortress до F-117 Night Hawk. То есть на радарах систем ПВО видели не ракету-обманку ADM-160, а к примеру B-52. Тем самым вводили бы в заблуждение средства ПВО противника, насыщали воздушное пространство дешевыми ложными целями, а тем временем могли запускать реальные ракеты или же использовать боевую авиацию с другой стороны. Пока противник думал, что он сбивает многомиллионные истребители, он на самом деле сбивал бы дешевые ракеты. Плюс, с помощью таких ложных целей можно было бы определить расположение средств ПВО противника для дальнейшего их поражения. К примеру, теми же ракетами Харм. На Харм и F-16 есть обзоры на канале. Для полноты картины рекомендую посмотреть, оставлю ссылки в описании. В общем, шли разработки и доведение ракет до необходимого результата. И в 1999 году впервые был произведен пуск ракеты-обманки ADM-160. Первоначально планировалось создать 32 единицы ракет для проведения испытаний, и если бы они прошли успешно, то было бы принято решение о малосерийном производстве и был бы размещен заказ на 1500 единиц этих ракет-обманок. Уточню еще насчет турбореактивного двигателя TJ-50 от корпорации Sun Strand. Это еще сыграет свою роль в проекте. Это двигатель с тягой 22,7 кгс. Но вот проект столкнулся с техническими и финансовыми проблемами. Да, ракета как таковая была готова, но правительство США не устраивало стоимость, которая превышала 30 тысяч долларов, и не устраивала дальность полета. Ракета-обманка должна была иметь возможность лететь не менее 45 минут на высоте до 10 километров и не менее 20 минут на высоте до одного километра. Забегая наперед, скажу, что на момент работ по базовой версии стоимость была завышена. А вот уже когда вернулись к проекту по версии B, понимая все эти аспекты, согласились, что ценник можно поднять. И он составил в пределах от 75 до 125 тысяч долларов за одну ракету. На тот момент, когда пришел 2001 год, по результатам испытаний были готовы закупить 150 единиц ADM-160 для ВВС, начиная с 2003 года. Но возникли задержки с доведением ракеты и поставками первых образцов. Плюс ВВС США так и не смогли решить, подходит ли ракета им по своим характеристикам и возможностям, и что они вообще хотят от этого проекта. Поэтому пришли к решению прекратить этот проект. Но ненадолго. Вернулись к нему уже в 2002 году. Был объявлен конкурс, как это обычно и бывает, который в результате выиграла компания Raytheon. Проект, понятное дело, основывался на предыдущей версии. Однако уже получил индекс ZADM-160B. Как я ранее сказал, согласились повысить стоимость ракеты в целях повышения ее возможностей. Контракт с Raytheon составил 88 миллионов долларов. Для того, чтобы удовлетворить запросы, которые поставило правительство, ракету сделали значительно тяжелее, длиннее и оснастили новым двигателем, чтобы она могла выполнять поставленные задачи. И в период с 2005 по 2006 год совершили ряд летных испытаний с запуском ракеты-обманки с F-16. За основу взяли двигатель TJ-50, но уже в эту версию установили новый двигатель – Hamilton Sun Strand TJ-120. В итоге в 2008 году компания Raytheon получила контракт на малосерийное производство ракет ADM-160B. Поставки, как и принятие на вооружение ракеты ADM-160 Malt начались в 2009 году. Первоначально заказали 300 единиц. Состоянием на 2014 год было поставлено 1000 единиц ADM-160B в ВВС США. А на сегодняшний день, по грубым подсчетам, версии B на вооружении ВВС США – 2500 единиц. Если говорить о последующих модификациях ракеты, к примеру, о такой как Malt-J, которая является улучшенной версией версии B, то таких планируется создать порядка 3000 единиц. На сегодняшний день ракеты производятся и стоят на вооружении ВВС США. И стоит уточнить, что запускаться ракеты Malt могут с F-16, B-52 и А-10 Thunderbolt. Но с недавних пор стало известно, что ракеты можно запускать с европейских модификаций МиГ-29. И от истории к возможностям ракеты-обманки. Ракета-обманка ADM-160B Malt внешне похожа все же на ракету, а не на БПЛА, как некоторые называют ее. Хотя и так, и так, по сути, правильно. Во-первых, многие привыкли, что беспилотники самолетов не запускаются. Во-вторых, она внешне похожа все же на ракету, с крыльями в средней части, которые раскрываются после пуска. В-третьих, ракета не оснащается боевой частью, а имеет различные полезные нагрузки. В-четвертых, ракета после запуска летит себе и летит. Это одноразовые ракеты, без возможности возврата, даже если их и не сбили. Стартовый вес ракеты составляет 127 килограмм, в длину 2,85 метра. Размах крыла составляет 1,7 метра. В головной части фюзеляжа размещен модуль, отвечающий за постановку помех. За ним находится аппаратный отсек, топливные баки и в хвостовой части размещен турбореактивный двигатель. Ракета может лететь с максимальной скоростью в 0,91 маха, что в пересчете равно 1100 километров в час. Максимальная высота полета составляет порядка 10-12 километров. По дальности есть разные значения, потому что тут вопрос спорный. Да, ракета способна лететь в течение 45-50 минут. Я ранее говорил, что это было одним из требований. Перед пуском в ракету загружается полетная программа. При помощи спутниковой навигации ракета летит по заданному маршруту. В зависимости от различных факторов, полет может происходить по прямой или с маневрированием, либо с баражированием в заданном районе. Эта ракета, в зависимости от задач, способна использовать разные полезные нагрузки. Это касается и модификации ракеты МАЛТ. Вариант ADM-160B несет модульный пассивный отражатель радиосигнала локаторов. Есть несколько вариантов такого устройства, позволяющих имитировать профили разных самолетов. Поэтому в зависимости от необходимости выбираете полезную нагрузку, имитируете тот самолет, который вам необходим и запускаете ракету. Следующая модификация, о которой заговорили еще в 2008 году, это МАЛТ-Джей. Приняли эту версию на вооружение в 2012 году. Для этой версии ракеты-обманки разработали малогабаритную станцию постановки помех. В этом случае ракета не просто мешает РЛС, но еще и подавляет их. Эти ракеты направляются куда ближе к радару средств ПВО противника, чтобы вдобавок заглушить его. По-хорошему можно запустить сразу несколько подобных ракет, чтобы заглушить средства РЭП или же использовать их вместе с другими средствами радиоэлектронного подавления. Отмечается, что эта версия может долететь до цели и потом находиться в районе цели еще на протяжении 45-50 минут, обеспечивая поставленные задачи. Как и версия B, так и эта оснащена инерциальной навигационной системой и GPS. По другим характеристикам все осталось от версии B. Версия МАЛТ-Х стала дальнейшим развитием версии МАЛТ-Джей. Улучшили возможности радиоэлектронного подавления. Модульность полезной нагрузки сохранили в плане того, что можно оснащать различные под разные задачи. Улучшили летные характеристики ракеты на малых высотах, что позволило ей дольше летать вокруг цели. Также ракета получила системы наблюдения и передачи данных, благодаря которым она может вести разведку территории противника. Была принята на вооружение в 2018 году. И есть еще одна версия, про которую сегодня не особо много говорят, потому что она все еще остается в работе. Это МАЛТ-Н. Эта версия для ВМФ США. В 2018 году был подписан контракт на сумму 47 миллионов долларов с компанией Raytheon по созданию версии для военно-морского флота США. Эта версия должна стать частью сложной системы воздушных ловушек. Планировалось окончание работ по этой версии еще в 2020 году. Но затем сроки были перенесены на конец 2022 года. Но по сей день работы все еще продолжаются. Что ж, это была ракета-обманка ADM-160 МАЛТ. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока!